Мужики, сейчас вы просто обалдеете от того, что будет творить этот маус. Это, во-первых, у нас сегодня с вами иностранный сервер, где европейцы и американцы катают. Во-вторых, настолько лютого сражения, настолько безумного замеса я не видел очень давно. Не знаю, в этом году я не припомню, чтобы что-то вот прям настолько жесткое было еще на канале. Короче, давайте смотреть. В любом случае, я гарантирую вам, что вы будете довольны тем экшеном, который сейчас увидите. Итак, с чего же все начинается? Маус пока что как-то необычно действует. Посмотрите, нафига он чешет по первой линии? Он что, перепутал? Прошлый бой на арте играл? И решил, что тоже надо ему туда в квадрат К1 забиваться, как все артоводы делают? Или у него какая-то хитрейшая тактика? Ну, смотрим дальше, короче. В итоге проезжает он в квадрат К1, сейчас К2 будет, и уже что-то похоже на игру не артиллерии. Но пока что смелости у Мауса мало, ребят. Вот мне кажется, попав в топ на Маусе, я бы смело рошанул туда в квадрат Д5 и просто в наглую давил. Но у Мышонка чисто другой план. Сейчас вы поймете, в чем его суть. Не спешите там закидывать гнилыми помидорами сразу Мауса за то, что он вот это ерундой занимается. Тут в ПТ-шку решил поиграть. Сейчас он одумается буквально в течение следующих нескольких минут. Смотрим, Т10 подставляется, видимо, поэтому Маус тут и остановился. То есть он видит, что можно халявный дамаг по Т10 накидывать. А почему бы этим не пользоваться? Сейчас Т10 подставится и, блин, могло залететь. Мог бы быть сразу первый фраг, но этого пока не происходит. Ну ладно, терпение, как мы видим, у нашего героя хоть отбавляй. Стоит себе спокойненько, свелся туда на место, где выглядывал Т10 и никуда особо не торопится. Ну посмотрим, к чему это в итоге, конечно же, приведет. Так, погнал он вперед давить. Опять сводимся на Т10 и сейчас должен быть фраг. Да какого фига нема, а? Какого фига, рандом? Что ты делаешь? Ну, Т10 добирают, конечно, все равно, но мы времени много потратили. Две с половиной минуты почти впустую. 500 урона, 240 кассиста, ну, особо ни о чем. В таком бою, где Маус в топе, честно говоря, вот так действовать, это сразу видно, что не наш сервер. Сразу видно, иностранец катает. Выкатываем на Центуриона Экшн Эйкс и вот он пошел, Раш, который я вам, ребята, обещал. За углом толпа из трех танков, и мы в одиночку против них, но это только начало. Это только начало, вы даже не можете представить, что будет дальше. Выкатываем на Эмильку, получаем от него рикошет, Эмилька начинает на нас агриться. Т10-й тоже подъехал на помощь и пошел Маус в наглую давить на них. Выезжаем уже в открытую, кидаем по 60 ТП и, заметьте, ни одного ХП мы еще не потеряли. Две 250 танканули и ни разу никто не смог нашего Мауса пробить из врагов. Ну что, будет ли эта сказка продолжаться дальше? Могли здесь добирать смело фугасом Эмиля Первого, но решил Маус голдой почему-то действовать. Видимо, забыл просто перезарядить фугас. И сейчас на 60 ТП прямо в борт башни ему пропинываем на 481. Союзнички помогают, и вот уже Центрюн Экшн Икс благодаря арте отлетает в ангара. Видим, что Шкода тоже нас не пробивает, поэтому можно смело давить вперед. Вот, кидаем по задним филейным частям поляка и оформляем 2 390 дамага. Вот это уже на что-то похоже. И натанковали неплохо, и нанесли, и команда побеждает. Но вы, ребят, даже не представляете, как сейчас все перевернется. Поэтому концовочку обязательно я прокомментирую. Там будет самый экшен вот сейчас в следующие минуты. А пока быстро вам успею перед концовкой напомнить, что спонсоры этого видео, ребята, с очень классного сайта ВотКит, где куча халявы для вас. Во-первых, там внизу сайта раздают 5000 золота. Абсолютно каждый может просто так при должной удаче себе 5 косарей голды забрать. На халяву, вообще на халяву. По ссылке в закрепленном комментарии заходите внизу сайта, там участвуйте. Во-вторых, там безумные скидки на все виды контейнеров. И, собственно, главная коробка просто обалденная. И самое главное, это в-третьих, секретный промокод. Вот он на экране. Вводите его при пополнении на сайте ВотКит. И получаете гарантированный подарок лично от нашего канала. Сразу как пополнили по этому промокоду, указав его при пополнении, сразу вам начисляют гарантированный подарок. Кроме того, промокод прибавляет плюс 1000 кудачи на открытие любых контейнеров на сайте лично от меня. Я прям взял и заколдовал этот промокод. Короче говоря, переписывайте. Он был на экране, если не успели, в закрепленном комментарии под этим видео. И ссылка на ВотКит и мой промокод. Именно там. Ищите, вводите, выигрывайте. Примтанки голда вас ждут. А мы смотрим дальше. Промокод, кстати, многоразовый. Еще и работает на сайте ВотГолд. Так что можете на ВотГолд ввести и друзьям скидывать. И везде это реально самый лучший промокод. Ну а мы смотрим дальше, народ. Что же у нас сейчас будет выезжать? 705-й прямо в кустах. Зараза стоит. И кинули. Но пока что непонятно, залетело это или нет. Враги уже начинают окружать. 705-й наглеет. Едет на нас. Тут же 704-й. Сводимся в НЛД 705А. У нас, в принципе, еще все 3 300 хп. Союзников нету. Они слились за секунду. Маус один против семерых. 704-й и 705-й нас не пробивают. Ребята, выкатывается на нас 704-й. И сразу поехал ИС-3 СМЗ. Охренеть, что вы творите, ребята? ИС-3 СМЗ начинает нам заходить в порт. Здесь еще два танка. Добираем 704-го. Танкуем как можем. Здесь выкатывается конвей. С другой стороны три. С одной стороны еще два. И еще и Шкода. В шестером они окружили бедолагу на Маусе. А мы продолжаем жить. Хп, правда, уже уходит. Уже конкретно теряются хп. Прилетает по нам. Уже с бортов начинают окружать. Посмотрите, что творят, заразы. Просто стадный инстинкт. Как стадо баранов. Они все пытаются уничтожить Мауса. Но пока у них ничего не выходит. 138 хп остается. Мы живем. Просто посмотрите сюда. И там еще как крыса ИС-3 сзади стоит. Пытается к нам сзади накинуть. Они уже начинают работать фугасами. А мы добираем еще одного. 10 тысяч натанкованного. Окружили реально со всех сторон. И они не могут, я не знаю, уже больше минуты его уничтожить. И мы добираем еще и 705А. Но ИС-3. СМЗ делает свое дело. И это все-таки поражение. Обидное поражение. Но зато какие итоги. Смотрим сейчас как раз их. Ну вот результаты. Я же говорил, ребята, такого эпика вы не видели. Я не помню, когда смотрел что-то подобное. 6 тысяч урона, 6 фрагов. Больше 10 тысяч натанкованного. В конце его, конечно, добрали. Но согласитесь, медаль воина он получил. И сражался реально достойно. Я думаю, лайка наш герой сегодня заслужил. Так что прожимайте его. Переписывайте промокод в закрепленном комментарии. Вверху справа другой видос. Увидимся, ребята. Пока.